Восьмиядерный процессор, 3 гигабайта оперативной памяти, безрамочный дисплей, сдвоенная камера и всё это почти за 100 баксов. Но всё ли так круто? Давайте проверять. Это LIGO GIGA MIX. Основные спецификации. 5,5 дюймов IPS Full HD экран, процессор Mediatek 6750T, рамов 3 гигабайта, внутренней памяти 32 гигабайта, батарея на 3000 мАч, с двойной камерой 13 мегапикселей плюс 2 мегапикселя, и ещё 13 мегапикселей фронтальная камера. И на момент записи видео на Gearbest Kisk стоит 110 долларов, с кэшбэком 104,5 баксов. Это почти 100 баксов. Прежде чем сделать этот обзор, я специально пользовался этим смартфоном дольше недели, а также перечитал всю ветку на форме, посвящённую этому смартфону. С вами Евгений, давайте начинать. Несмотря на то, что все считают такие смартфоны безрамочными, я такого о нём сказать не могу, хоть и написал в названии, что он безрамочный. Рамки, как у обычного смартфона, только сверху она уменьшена до минимума. Корпус у него полностью пластиковый, но и чуть-чуть поскрипывает, но это никак не мешает. 3,5 мм джека нет, но зато в комплект положили USB Type-C наушники. И про них хочу сказать одно, они ужасны. Вот я считаю себя непридирчивым к звуку, но это, оно просто ужасно. И по-другому никак не назвать. Ладно, вернёмся к корпусу. На нижней грани USB Type-C, на боковых совмещенный лоток и с другой стороны вкл-выкл и качелька громкости. И сверху у нас разговорный динамик. И я серьёзно, это разговорный динамик. Худшего места для него, ну, просто не могли найти. Чуть позже об этом я расскажу. Экран у нас тут Full HD, мультитач на 5 касаний. Картинка мне нравится, углы обзора хорошие и таким экраном приятно пользоваться. На нём из коробки наклеена плёнка, которую я оставил. Ну, просто нет никакого смысла её сдирать. Также здесь есть скругление по краям 2,5D. Поэтому при вызове шторки палец немножко цепляется за защитную плёнку. Но это всё мелочи. Далее давайте расскажу о самом главном. О звонках. Разговорный динамик расположен на верхней грани и мне непонятен этот ход. Во-первых, при разговоре звук распространяется вверх, из-за чего собеседник, с которым вы говорите, слышен всем вокруг. Не то чтобы уж там на всю комнату, но слышен. На форуме, кстати, многие жаловались на это и я тоже недоволен этим расположением динамика. Придумали какую-то хренатень? Датчика приближения здесь нет. Экран гасится программно после нескольких секунд начала звонка. Ну а включается нажатием кнопки питания. По интерфейсу перевод почти полный. Не совсем всё переведено. Ну это стандартная ситуация у китайцев. А вообще здесь всё очень шустро работает и это мне даже очень понравилось. Оболочка, как ни странно, у Лигу классная. Это мой первый смартфон от Лигу. Но иногда встречались застревания на секунд 10. А потом всё снова продолжало работать. И это не только у меня, и у других на форуме тоже случалась такая фигня. Кстати, кнопка под экраном немножечко люфтит и болтается. Но это не критично. И хочу вот прям выписать огромный респект Лигу за то, что сделали эту единственную кнопку многофункциональной. Одно нажатие – это назад. Два нажатия – выход домой. И свайп вправо-налево – это вызов запущенных приложений. Это просто очень круто. И это мне неимоверно понравилось. Ведь благодаря этому можно убрать наэкранные кнопки. И можно пользоваться полноэкранным режимом. Что может быть лучше? По динамику могу сказать вот что. Несмотря на то, что основному динамику помогает играть разговорный динамик. То есть играют аж целых два. Это мало что меняет. Звук всё равно тихий и плоский. И, кстати, я не услышал никакого стерео, несмотря на то, что на форуме писали, что кто-то там что-то услышал. Но в любом случае производитель об этом не заявлял. Какой Xiaomi выбрать в 2017 году? Именно такой ролик у меня уже был на канале. Но... Там, кстати, скидки после тишопца ещё больше. Потому что с недавнего времени на Алиэкспресс... Музыку в наушниках мне удалось послушать только с ушами в комплекте. И он ужасен, как я и говорил. Но люди писали, что подключали свои наушники и звук был нормальный. Музыку слушать можно. Поиграть на этом смартфоне тоже можно. Я пробовал. Играл в Gear Club и другие игры. И они идут. Играть тоже можно. Кстати, троттлинга здесь нет. Epic Citadel на ультра настройках после первого прогона показал 38,7 кадров. После третьего 38,5. Это очень хорошо. Об аккумуляторе. Могу лишь сказать, что его хватает на день использования. Сколько часов экрана выдаёт аккумулятор, я не знаю. Потому что этот смартфон не показывает этого. Это всё как-то странно, но уж как есть. Пробовал установить сторонний софт для того, чтобы узнать, сколько же всё-таки часов активного экрана может выдать этот смартфон. И у меня ничего не вышло. Время отображалось некорректно. Но по ощущениям могу сказать, что около 3-4 часов. Не дольше, это точно. Заряжается смартфон очень быстро. За первые полчаса 38%. А полный заряд примерно за полтора часа. Это отличный показатель. Камера у нас тут опять фейковая. Нижнее отверстие очень маленькое. Её как будто иглой проткнули. И она играет роль украшения. Фронтальная камера снизу. И для того, чтобы сделать снимок, нужно перевернуть смартфон. Но селфи получаются так себе. Но с основной камеры этот смартфон для своих 100 долларов выдаёт более-менее нормальные снимки. Но не более того. Понятное дело, что фотографировать можно только днём, потому что вечером будет сплошная размазня. Хотя, гляньте сюда. Совсем даже неплохо получилось. Основной сенсор у нас тут OmniVision 8856 на 8 мегапикселей. Хоть нам и заявляли, что он на 13. Интерполяция. Фронтальный тоже на 8. И тут тоже интерполяция до 13 мегапикселей. Что, ребята, хочу сказать в итоге об этом смартфоне почти за 100 долларов. Смартфон далеко не без минусов. Самый большой косяк – это расположение разговорного динамика на верхней грани. Вот кто это придумал? И главное, зачем? Можно же было сделать и как у конкурентов, например. Также хочу отметить тихий звук из основного динамика. Ну и иногда встречаются подстревания на 10 секунд, которые, я надеюсь, в скором времени подправят. Это же софтовый баг. Но из плюсов хочу назвать хороший экран. На солнце не бликует. И углы обзора тоже хорошие. Прикольный дизайн. Хорошо смотрится. Офигеннейшая многофункциональная кнопка под экраном. Огромный респект Лего за нее. Также хочу поставить плюс за скорость работы. Аппарат шустрый, но пока, как я и говорил, встречаются непонятные подстревания. Ну и последний плюс в копилку – это быстрая зарядка. Полтора часа – это хороший результат. Лего Киса вызывает смешанные чувства. С одной стороны и недочеты есть, но с другой есть и плюсы. Ну а покупать себе такой аппарат или нет – это уже полностью ваше решение. Я вам рассказал все как есть. Спасибо, что посмотрели. И поставьте лайк, если считаете обзор полезным. И я и вправду старался. Ну а с вами был Женя. Как всегда, всем удачи, всем пока.